27 октября 2018 года Друзья, как свою взятку превратить в достоинство, а не в компромат против себя? Скажите, наверное, вы будете долго думать, а вот некоторые долго не думают. Они просто идут ва-банк. Это знаете, когда крысу загоняют в угол, она нападает, она прыгает, не задумываясь от своей жизни, конечно. И вот человек, который дал взятку в 2 миллиона рублей, как здесь говорится, может быть и долларов, потому что это уже слишком взятка-то такая была серьезная. Ну, оставим на совести тех, кто написал, что это были рубли. Я так думаю, что это были доллары. И глава Крыма попросил ФСБ вернуть 2 миллиона рублей, которые он давал на взятки. Ни много, ни мало. Красиво! Ну, это же разводила бывший, бандитский разводила. У него язык так вот, ту-ту-ту-ту-ту, подвешен шикарно. Он умеет болтать, разводить ни на чем. Он может столько наболтать, что вы и не поймете, что он вам говорит. И так разводила бандитский из бывших греков. Потом Башмаки он был, потом Селим. Это Сергей Аксенов, глава Крыма. И он попросил ФСБ вернуть ему 2 миллиона, которые он дал ему на взятки. Он дал взятку, но чтобы его не посадили, он обвинил ФСБ в той самой взятке, которую он им и дал. Каково прекрасный ход. Я считаю, великолепный ход. Однако же он и ФСБ с собой. Раз ему камень вешают на шею, ну, зачем же тонуть? Он тогда на шею повесил камешек ФСБшников. Нет, на шею не удалось, но за ноги-то он прицепил камешек. И вместе сказал, будем тонуть. Однако, и однако, глава Крыма Сергей Аксенов попросил директора ФСБ Александра Бортникова вернуть. А Александра Бортникова никого не будет. Он попросил вернуть выданные им из личных средств на взятки 2 миллиона рублей. В данный момент деньги являются вещественным доказательством в уголовных делах, передает агентство Крыминфо. Дальше Аксенов говорит, приехал попросить его Бортникова, чтобы те средства, которые я выделял на работу со взяточниками, мне как можно быстрее возвращали. Рассказал Аксенов об июльской встрече с главой ФСБ в эфире программы «Серьезный разговор» на телеканале Первый Крымский. Но кто же его еще пустит на телевидение с такой глупостью? Да нет, конечно. Но не дай бог где-нибудь он в российских телевизионных программах высветился с взятками директору ФСБ. Ну канал бы закрыли. А здесь на своем первом крымском «Что хочу я же» Ване гармонист, первый гармонист на селе Сергей Аксенов потребовал, попросил вернее Бортникова вернуть те самые 2 миллиона, которые он ему давал в июле. И так мы знаем, что взятку Сергей Аксенов дал Бортникову в июль. А Бортников, значит, ее взял. Ну вообще где-то у нас есть другие органы, которые контролируют ФСБ. Ну конечно есть, ГРУ вроде как тоже там должно почесать задней лапой свое левое ухо в конце концов. И глава Крыма пояснил, что он сейчас ограничен в ресурсах. 17 октября в Москве по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ получение взятки задержали вице-премьера Республики Виталия Нахлупина. Это помощник Аксенова Первый был по Крыму. Суд санкционировал его арест до 16 декабря 2018 года. То есть мужика продержат до середины декабря. Но может быть к Новому году его выпустят. Он откупится. Ведь что там самое главное? Деньги. Сколько дашь, так и откупишься. Понимаете? Здесь ни вина, ни чья, никто, никому, ничего не должен виниться. Вина никакая. Взятки, да все дают взятки. Теперь самое главное, сколько ты заплатишь к Новому году. Ведь ФСБшникам тоже нужно подарочки сделать своим женам и любовницам в том числе. Ну а каков ход Аксенова? Как вам вообще? А знаете почему? Потому что Нахлупин стал давать показания, что это не он взятки давал, а что он с подачи Сергея Аксенова, то есть Аксенов его попросил, как своего зама, ехать в Москву и раздавать взятки. И, конечно, Нахлупин это озвучил, потому что Аксенов, это же у нас непотопляемый корабль. Ну вот его топят, топят, а он никак не топится. Он все время как уж так выскакивает из подворотни в следующий, а не этой, в которую он вошел. Поэтому Нахлупин стал давать показания против Аксенова, что это аксеновские взятки. Ну и тогда Аксенов прибежал быстро в Москву и потребовал у Бортникова, вернее он не в Москву, он по телевидению это заявил, предваряя все остальные события, что Бортников отдай мне назад те 2 миллиона рублей взяток, которые я тебе давал взятку. А уж на что ты там потратишь, на борьбу с другими взяточниками? Ну вот такое решето у нас, бабки-синюшки решето. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.